Всем привет! Скоро приближается выход Betaflight 4.6 и самое время поговорить о двух интересных его функциях, а именно о функции удержания высоты и о функции удержания позиции. В данной версии Betaflight, напомню, еще является бетой, но тем не менее поговорить об этом уже можно сейчас, чтобы к моменту выхода официального релиза вы были уже готовы. В качестве тестового сетапа будет использоваться вот этот квадрик на 4 дюйма, это Explorer, который немножко переделан. На нем есть компас, который строго рекомендуется для использования данных функций, но компас я отключил и буду использовать его только в GPS режиме, поскольку компас на квадрокоптерах до 5 дюймов включительно настроить достаточно проблематично было. Не знаю, кстати, возможно, с релизом 4.6 эта ситуация исправится, но как есть, так есть. Поэтому будем использовать данный квадрокоптер только в режиме GPS. Ну и давайте быстро посмотрим, как это все настраивается, как это все включается, перед тем, как запускать это все дело в полет. Итак, для того, чтобы это все проверить, нам потребуется сделать несколько подгадательных работ. Как я, наверное, не устаю напоминать, нам необходимо в первую очередь сделать бэкап нашей технической инфигурации. Напомню, что мы сейчас будем прошиваться на бета-версию, еще даже не релиз-кандидат, поэтому обязательно, конечно, сохраняем наш бэкап. После того, как бэкап сохранился, мы можем его перепрошить. Перепрошить мы можем его прямо отсюда. Да, нам это позволит. Выбираем здесь Development, здесь выбираем нашу... Ну, хорошо, пусть она сама найдется. И выбираем 4.6 DEV. Напомню, это еще Development, это все еще нестабильное. Это все в любой момент может крашнуться, сломаться и испортить вам жизнь. Поэтому, если вы не хотите экспериментировать, просто дождитесь выхода официальной версии. Прошить нам потребуется с дополнительными опциями Altitude Hold и Position Hold. Выбираем их обе. Загружаем прошивку. Прошивка собралась. Прошивка загрузилась. Теперь можно ее прошивать. Да, бэкап мы создали, поэтому нам ничего не нужно. Да, мы понимаем, что это Development Build of Firmware. Может быть, все плохо. Окей. Итак, все, мы прошлись на 4.6. И теперь мы не сможем при помощи нашего конфигуратора, перезагрузим на всякий случай полетник, управлять данным билдом. Пробуем подключиться. И получаем вот такое сообщение, что данный конфигуратор не предназначен для работы с версией 4.6. Для работы с версией 4.6 мы открываем Chrome. Переходим на страницу AppBetaflight.com. И мы получаем примерно тот же самый Betaflight, только через веб-морду. Здесь выбираем, если мы не видим, I can find my USB device. Вот он наш USB модель. Подключаемся. И, как видим, здесь мы уже можем подключиться. Здесь единственное, что нам требуется, это откалибровать акселерометр. Но нам это не потребуется, поскольку мы загрузим наш пресет, который мы перед этим сохранили. Load Backup. И вот мы получаем, что некоторые, я так понимаю, переменные, некоторые конфигурационные параметры больше к нам не подходят. GPS резко Throttle Hover не подходит. GPS резко Throttle Day. Это надо будет посмотреть. Запомните, единственное, что у меня значение было 1510. 51% примерно у меня был газ весеннее. Что у нас еще не подходит? Damian Roll, Damian Pitch. Ну, не вся конфигурация, как видите, подходит. Тем не менее, мы, естественно, сохраняем ее так, как есть. Снова подключаемся. Сразу идем на Failsafe. И смотрим, что у нас там было. У нас было 1510. 1510. Здесь сохраняем. На первой стадии у меня тоже был газ весеннее 1000. А, вот на первой стадии газ весеннее сохранился. Здесь он у меня был чуть повыше. Да, то есть поменялось название только вот этой переменной. Барометр у меня здесь есть, поэтому я могу позволить себе 5 сателлитов. Но давайте сделаем по умолчанию, как всегда, выставим обратно 8. Поскольку спутники для нас сегодня будут очень важны. Итак, Save and Reboot. Теперь включаем нашу опу. Нет, VTX не Off, потому что это не тот дрон. Вот у меня есть трехпозиционный свитч. Я, наверное, его задействую для сегодняшних тестов. Ресивер у нас работает. Да, телеметрия включена. Итак, идем в режимы. И что нам здесь будет нужно? Проверяем, что ARM у нас на месте. Убираем флиповер со свитча. Да, мы его убираем и добавляем несколько других. А именно мы добавляем удержание высоты. Вот в этом положении у нас будет удержание высоты. И добавляем еще одно Position Hold, который будет работать в этом положении. И Position Hold должен работать вместе с Altitude Hold, удержанием высоты. Поэтому у нас получится вот такая вот схема. Здесь у нас ничего нет. Вот в этом режиме у нас включается удержание высоты. А в этом режиме у нас включается уже и удержание высоты, и удержание позиции. Давайте я еще выведу себе кнопку Fail Save сюда. Там же, где Buzzer Off, вот сюда. Надеюсь, случайно я ее не нажму. Вот теперь точно на этом настройке мы закончили. Сохраняем и переходим к полевым испытаниям. Ну, если бы это все заработалось в первый раз, это было бы, конечно, слишком просто. Окей, переходим в режим удержания еще и позиции. А режим удержания позиции не работает. Сносит. Сносит его, невзирая на 31 спутник. Нас сносит и сносит достаточно заметно. Стики я опять-таки не держу, но нас уносит. У нас, будков, появилось в кадре. То есть высоту мы держим нормально относительно, а вот позицию мы не держим вообще. Ну, а поскольку я ленивой жопой, я первый тестер не взял с собой ни ноутбук, ничего из своего става, я не смог проверить это в поле. Поэтому мне пришлось несложно хлебавше возвращаться домой, проверять, как это все работает, проверять, заново читать документацию, смотреть, что я сделал, что я не сделал, благо видео уже было. Найти свою ошибку, потому что вот эту функцию надо было включить. Разработчики Metaflight в документации про это написали. Я это даже прочитал, но благополучно забыл. Поэтому включаем данную функцию. Разрешаем использовать удержание позиции без использования компаса. И проверяем сегодня еще раз. Поехали. 27 спутников. Ну, тебе для полного счастья вообще этого должно хватать полностью. Окей. Арм. Полетели. Летим прямо, не дергаясь. Отлетаем от дома на гораздо дальше, чем это требуется. Проверяем. Стрелка начала показывать на дом. Практически на дом. То есть вон я стою, вон стрелка. Ну, нормально. Должно работать. Итак, проверяем. Altitude Hold. Окей. Position Hold. Ни хрена. А нет. Вот он заработал, хотя на самом деле Post Hold он нам не написал. Ой-ой-ой. Gas Position Hold, кстати, работает, если что. Да. Заработало. Ну, вот берем ориентир. Включаем Altitude Hold. И переходим в режим Position Hold. Все. Теперь он должен удерживать позицию. Да. Наконец-ки заработало. Хотя, единственное, что я не понимаю, почему остается режим Altitude Hold, не меняется на Position Hold. Да, отлично держит, кстати, позицию. Что будет, если мы это сделаем на ходу? Altitude Hold. Position Hold. Да, практически сразу останавливается квадрик, зависает на одном месте. Это, естественно, не DJI, но, тем не менее, это достаточно хорошие показания с учетом того, что у нас не включен магнитометр. Принудительно мы сказали, что мы не используем магнитометр, и это достаточно интересно. Как видите, стоит практически как вкопанный, хотя нам обещают, что возможен дрифт 1-2 метра в пределах указанной позиции, но в данном случае он прямо на одном месте зависит. Потряхивать его, это можно поднастраивать, но то, что мы видим, это уже очень и очень хорошо. Ну, давайте попробуем теперь осмелее, мы сделаем это около себя. Единственное, что учитывайте, при выборе режима Altitude Hold, то есть подержание высоты, он должен набрать еще 1 метр. То есть, если у вас над вами на высоте 1 метр что-то еще есть, у вас могут быть с этим проблемы. Ну, давайте вот здесь его повесим, посмотрим, что у нас получится. По высоте его колбасит, как и не знаю кого. Все, зависит на одном месте, практически точно держит высоту, перестал его колбасить по высоте, и на месте взлета, точнее на месте включения режима удержания высоты, он висит, как вкопанный. Мне это на самом деле нравится. Да, то есть, действительно, он висит на одном месте, но учитывайте, что у меня... О, собаки пришли. Учитывайте, что у меня на данный момент было 30 с лишним спутников, если быть точным, у меня сейчас 31 спутник, и P-DOP у меня 0,9. Но, тем не менее, как видите, отлично удержание высоты работает, и эта функция может вам в какие-то моменты вполне пригодиться. То есть, например, если вы летите, если вы выполняете какой-нибудь трюк, у вас что-то пошло не так, вы испугались, вы всегда можете включить режим удержания высоты. А что у нас сейчас доступно? Мы можем его чуть-чуть перемещать, примерно как в angle режиме, но необходимо не забывать добавить газ. Вот я его переставил, и вот он висит на новом месте. Странно, что у нас в режиме Position Hold он так отзывчиво откликается на газ. Повыше, 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 повыше. Ну, то есть, вот мы летим, что-то пошло не так, и мы можем дернуть режим удержания высоты и удержания позиции. Все, мы остановились на одном месте. У нас есть время подумать, у нас есть время снять очки, почесать нос там, почихнуть, еще что-либо ответить по телефону. То есть, мы имеем функции, которые нам практически дает авата. Пауза во время полета. Да, вот все, мы переключились, полетели обратно. Да, мы можем поворачивать, если что, в этом режиме. То есть, мы можем покрутиться по яву. Мы можем наклониться по роллу, полететь куда-то. Вот он пытается выровняться. Да, вот отлично, он нам действительно показывает прекрасное удержание высоты. Скорость 0 км в час. 49% газа, давайте дадим 51. Вот, например, мы можем поднять высоту, если нам это необходимо в этой же позиции. Развернуться. Ну, например, съемка заказа, да. Необходимо будет, конечно, поднастроить, я так понимаю, его значение рейтов для именно этого режима, для того, чтобы его так не подергивало. Плюс сейчас есть ветерок некий, а четверка это все-таки четверка. В принципе, установите вот на одном месте. И, я так понимаю, в сочетании с кадиксовским, например, подвесом, мы получаем практически Mavic Style. То есть, мы можем зависеть на одном месте и достаточно получить плавный кадр какого-либо события. Нравится. Повторяем еще раз процедуру. И вот что-то пошло не так. Все, мы зависли на одном месте. Итак, вот еще один режим, который вы можете использовать после выхода Beta 4.6. И который может быть полезен как новичкам, так, я думаю, в принципе, и опытные пилоты вполне найдут ему применение. Так что, будьте готовы к выходу Betaflight 4.6. И я предполагаю, что в нем уже данная функция будет активна, поскольку она уже достаточно неплохо работает на данный момент. Ну, а на этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем хороших полетов, всем счастливо и всем пока.